Брегенс в ожидании Рождества. В этом австрийском городе находится балетная труппа татарского театра. Еще не ясно, как примет сдержанная публика казанских танцоров, но для самой труппы чудо уже свершилось. Брегенс не просто входит в десятку самых известных музыкальных городов мира. Сюда попадают только топовые творческие коллективы, исключительно по приглашению. Брегенс знаменит своим Боденским озером. Именно здесь находится самая большая в мире сцена на воде. Плавучее сооружение удерживает 200 свай. Каждое лето здесь проходит один из крупных в мире оперных фестивалей. Его посещают 7 тысяч зрителей. А в холодное время года сценической площадкой над озером становится зал музыкального театра. Балетная труппа казанского театра привезла один из своих лучших спектаклей «Лебединое озеро». Символично. На мировой сцене блистали лауреат госпремии Нурлан Канетов и 19-летняя Кристина Андреева. Это пока ее вторые гастроли. Мне нравится танцевать везде. Какая бы сцена ни была, за границей ты не за границей. То сцена для танцоров маленькая, то большая. Оркестровая яма, соответственно, маленькая или большая. И мы должны в короткий срок приспособиться к этим условиям. Должно быть, кажется, такое, знаете, чувство локтя, что ли, чувство ансамбля, понимание того, что успешное проведение гастролей зависит от всех и от тебя лично. В зале над озером аншлаг. Сдержанная публика приняла татарстанских лебедей. Я восхищен тем, что увидел такой балет. Это же классика. Моя жена любительница балета, и она тоже в восторге от музыки и от исполнения. Потрясающе. Гастроли балетной труппы продолжатся еще полтора месяца. Но уже известно, что послов культуры Татарстана в Европе пригласили на гастроли в Брегенс и на будущий год. Их ждут с одним единственным условием. Казанцы дадут не один, а два спектакля. Ведь зал над озером на этот раз не смог вместить всех желающих. Так что и казанцы смогли подарить рождественское чудо. Лера Давлетова, столица.